Итак, сегодня 19 июня. Новгородский... У меня совсем, короче, капец с этим... Всё. Новгородский сорвался, потому что они перенесли... Ну, и сейчас... Телевизор надо телевизор делать. Новгородский сорвался, потому что они... Я как бы давно езжу, с девятого года, могу просто видеть, что происходит. У нас происходит натуральная деградация. Сейчас презентом вообще снимают. Потому что я езжу с девятого года. И... Если сначала у нас ходили автобусы там... Всё время, то теперь... То в году, в каком, 14-м... Часть их была заменена маршрутками. И это стало неудобно, потому что народу... Как бы не хватает места. Они жалуются, что... Багаж там некуда поставить. А теперь, кроме маршруток, отменены ещё и... Рейсы... Восьмичасовые... На которые я рассчитывал. Если бы я знал, что остались только... Крайние утренние... На 7 часов... Я бы пошёл. Но я думал, что ещё на 8.30 есть, как и раньше. Оказывается, уже нет на 8.30... Рейса. Деградация. То бишь, получается, надо думать... Это ещё и в новостях, сказать, в креслах сортир снесли. Мы чё эти делать-то будем вообще? Особенно зимой. Куда мы пойдём? В кафе деньги платить? Вы чё, оборзевшие? Вы думайте хоть немножко головой. В креслах сортир снесли у автостанции. Вы чё, с ума сошли? Нет? Там транзитные автобусы ходят. Вы маленько думаете, чё вы головой-то делаете? Головой-то... Короче... А... С Новым годом. Это по времени. А сегодня... Встал уже, наконец. Болота, смокрано. Хоп! Пасмурная область есть. И вот такой капец. На Вильгийскую гору... Духунские болота, ночной поход... За лето я всё-таки попытаюсь взять. Ещё мне нужны Витославицы, озеро Ильмень... И сам Новый год. Ну, не успею, значит. Ну, значит, не судьба уже, не на это. Всё равно я с 2020 года начинаю... Буду более совершенную аппаратуру покупать уже всё. Твой канал, может, там всё это войдёт. Ну, вот... С 2020 года я уже не буду конкретно по нашему району. Я вот смотрел фильмы про поколения целый день русскими Сибири. Вот я их хочу. Там же есть Кунгурский пещер. Это все знают. Никитская катакомбная система. Ну, это вот такие вещи. Что же я хотела сказать по городу? Дело в том, что я изначально нашёл отборок. Примерно до улицы Гоголя. То бишь... Вот между вот этих двух озвученик до улицы Гоголя. Вот такой квадратик и тут маленький. А вот это всё наросло за 20-й век. И теперь сверху он представляется как одно крыло широкое. И второе городская сторона, и второе заводское маленькое. Потому что с одной стороны он... Он как в тиски зажат. С одной стороны комбинатом, с другой стороны бумажный. Где она тут? Я не помню, какая мебельная фабрика, которая ведёт. С другой стороны он зажат мебельной фабрикой. То бишь вот эти два направления как тиски. Поэтому... Да здесь ещё идут детские дачные посёлки. Это Шиботово. Значит, вот, вот. Вот эта территория, это предприятие. Которая все там видят. С вельгийскими посёлками здесь, скорее, раскатан. То бишь вот эта зона отнята. Здесь... По улице Оковской идут уже Сосновские. Да ещё озеро Клюково. Там типа сосники. Дачные посёлки. Территория тоже. То бишь, здесь идёт Парамзона, узкоколеечка. Вот эта дорога от нас. От неё идёт такая узкоколейка. То бишь, тоже занята. У нас остаётся только... 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 Я сейчас скажу. Гверстянское направление. Тинское направление. И Пестовское направление. Три. Только вот этот участок. А здесь такое полупольцо. Полностью. Вот эту сторону вообще нельзя трогать. Или как-то перекидывать город за неё надо. Парк нельзя трогать уже. Везде сейчас нас создают промзон. Горным статом. И всё. В общем, получается, что мы зажаты между мебельной фабрикой. И комбинатом. И плюс у нас урезано пассажирское сообщение. То бишь, город задыхается. Вот здесь был пустой район. Он называется Амстинский. Идут полицейские. Там ещё какие-то жилые застралили. Здесь было пусто. Вот даже здесь. Но за 90-2000-м построили посёлок Северный. Нечё рано или поздно домики будут. И на берегах Крюков. В Сушанском. Загрязнили. Тоже раньше. Мы в детском саду ходили. Купались. Раньше в озере Крюкове. Короче. Как я уже сказал. Кино пропускаю. Ладно. Для строительства у нас состоится только пистофское направление. Тинское направление. И... Вот это вот. Я не помню, как оно. На Питер, короче. Которое идёт. Гверстянское будем называть его. Здесь идёт деревня Заречная. Но тут не помещается. Она вот здесь. Потому что здесь военный городок. Здесь, в другой страны Гверстянки, тоже там база этих. Кладбище тут везде. Короче говоря, мне кажется, деревню Тиньи прогресс пора бы уже внести в черту города. Это позволит провести нормальный асфальт и добавить, где нет застройки, нормальные домишки. И по вот этой вот дороге, мимо старой водокачки, за лесопилкой построить посёлок. Вот город может развиться так. Также раздолье можно присоединить и направление папорцы. Если бы вот это вот всё присоединить, город бы мог развиться в этом направлении. И по дороге на Пистово. Короче, только Пистовское направление самое перспективное, поскольку дорога сквозная, выездная. Вместо железной дороги. Вот это, мне кажется, направление будет хорошо развиваться в этом веке. В обход бумажек. Потому что в другую сторону ему не дадут везти в дизельские участки. Только вот это направление будет усилиться ещё на треть. Чувствуете? Ну, эти ничего не дадут, они только... Чё даст трескость название этих улиц? Они... Тридцать лет прошло после крушения Союза. А улицы в течение же. Это мы медленные. Не переименованные. Коммунарная всё та же. Там, Советская. Набережная Октябрьской революции. Зержинского. Физкультура. Дикобритов. Первое ма. Девятое января у нас есть. О, где девятое января? Вильгийское. Попадает вот. Это я где снимал зимой горелые домишки. В общем, что если бы я был мэром города, или главой района, я бы сделал грунтовку от этой... от этой греблоши во власть их у первая. Нужно убирать глушнях. Чё они всё через перёдки, через перёдки. Так напрямую через тени пуска ездят люди. Как этот мужик мне сказал около... Липовца. Типа не надо им дорогу. Они там эти... Дармоеды. Дачники, типа, месельские. И чё теперь, не люди, что ли? Хотя... Вот если направление... Ещё... Я не заметила. Да, ещё можно подлить улицу Парковую. Вот ещё одно направление. Помимо вот этих, третьих, есть у нас вот здесь свободная зона. Но вот здесь где-то уши бытова... Блин. Они тут будут спорить, чё здесь заказник, не заказник сделать. Потому что вот здесь, если идти... Идти не туда, в конец... где поворот на Юрино, но в другую сторону, в лесную, там визит, там... Вильгийское охотхозяйство. Если идти... до конца этой... периодок... но не сворачивать на туху, но там прямо на... в деревню Коровкино, там будет заказник. Охота на бобров без лицензии запрещена. Такая штука. Где заказник. Так что, говорят, есть направление Валдайское. Бобровик можно ещё уже присоединить. Но говорят, что у нас эти бобровские холмы имеются памятникам. Хрин их кто застроит. У нас же мотокросс проходит. Так бы вот можно было вот это направление всё. Всё вот это направление присоединить к городу и застроить. И вот... всё вот... это вот направление, мне так кажется. Мебелку надо обходить, которая душит, с комбинатом, которые превращены в тиски. Железную дорогу просто нужно или отвезти с одной стороны города, или с другой присоединить. Ну и, короче, нужно, чтобы она стала проезжей. Тогда она станет пассажирской, как... как Куровка, как... 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 этот... Балагое. Нам об этом мечтать. Оба трассы М-11 не знаю, Куровка прошла вот там, а тут у нас там, где я ходил, грибы собирал, по-ручим, отей там машины, трассы. Ну что, поедем в Ногот, увидим этот мост, наверное, все-таки мы по мосту, там дорога положились, так я М-11. Так что нас над ней поднимут. Подняли, наверное. Короче, есть у нас возможности для застройки, ну... Да, и нужно построить мусоросжигательный завод, это обязательно, с фильтром. Это бы лишило вот эту помойку, которая лежит там, за пистолом, ее развести и за несколько лет зажечь. А на трубах ставить фильтр просто, и все, как в Германии. Потому что тут пластик этот искусственный не порожден природой, ей его просто некуда будет копиться, она не может его использовать. Короче, у нас есть как минимум одно полукольцо. Честно, когда город дойдет до папороти, наверное, лечь через дверь, и тут... И рано или поздно, я думаю, он все-таки поглотит эти фельдийские участки, мне кажется, то же самое. У нас самые ближайшие Убровские холмы долго не отбудут, так что раздольское направление скорее всего будет развиваться. Тинское направление около Водокашки, вот это вот, вот эта вот сторона. С заводской трудом тут все в промзонах. И в лесопарковой полосе, так что все только на нашем берегу преимущественно. особенно вот эти развалины, как перейдешь, вот этот подвесничок. Вот это новый мост, вот этот подвесник, который идет на улицу, работниц, где останки. вы либо их отстраиваете, либо сносите и строите чего-нибудь. Или цеха, или дома, или что-то. Чего они стоят, эти развалины с нового моста? Едешь, развалины в центре города стоят. Ну, кому это надо? Здесь тоже едешь в обратную сторону по новому мосту, с другой стороны тоже какой-то хлам по обе стороны нового моста, где лучики можем было бы что-то обустроить. Нет, это пустые, заросшие, непонятно что. И это центр города. Вот здесь мы в детстве купались у подвесника вот здесь был пляж. Теперь никто не купается. Короче, город задыхается в тисках предприятий без железной дороги. Поэтому нужно срочно искать какой-то выход. Нужно где-то что-то пробить. Особенно вот здесь. Идешь такую полева толстого. Сейчас в одном месте есть такая у нас особенность до улицы. Где-нибудь вот здесь, например, сворачиваешь. где около автостанции заправка. Думаешь, там мостик перейдешь и дальше свобода. Нет, там кирпичная стена предприятия вышка. Капец просто. Вот эти стены, мне кажется, нужно пробивать, нужно давать дорогу. И за эту стену. Ладно, мебелка пока в стороне, но комбинат встал так. Комбинат неупоров. Так, он же еще и на этом берегу. Что самый лучший выезд из города, который был бы возможен, вот этот вот, он упирается в первую и во вторую походные комбинаты. Вот вот такая вот нелепость. С другой стороны тоже нельзя обойти, потому что здесь помзон и участки. Особенно вот этот вот треугольничек, вот видите, это называется Голодаевка. Там куча домов забошенных, его надо вообще сносить, нежилой почти. Людям давать дома. Вон, я же говорю, у нас пространство капец. Просто надо его использовать нормально. Ну, свои мысли я сказала. Если я смогу, походы поездки будут, не смогу, ну что же делать, значит, на этом канале не судьба, рано не поздно, все равно новое сделаю. Но это будет уже в другое время. и он уже будет в череде более масштабных походов в фольт. И походов там уже вообще. Потому что такие места, как Урал, Кавказ в одиночку не покоряют. так что Что касаемо походов пока что ничего. Поэтому я занимаюсь материалом всего, что я сделал. Ну, у нас там была ссора тут с родственниками я сжег записи. Поэтому хотя я хочу за два года восстановить, пока я этим занимаюсь. У меня там есть зарисовки молний, там, стажаев, стогов, там, журавлей, всего. Успей за два года, успей, не успей, не успей. Да, сегодня показали, пусть говорят, очень интересный выпуск, как замедлить старение. старение создано самой жизнью, чтобы давать дорогу новым, новым поколениям. То бишь, если он не на генетическом уровне, значит, нужно блокировать, зеркалить, чтобы клетки видели самих себя, и когда они видят информацию отражённую от них самих же, они остаются в одном и том же возрасте. Мне кажется, как-то так. не искусственное вот это пластико, нормальное омоложение, когда пойдёт деформация, кожа начнёт назад выравниваться, челюсть уменьшаться, и всё такое. Реальное омоложение пойдёт. Нужно как-то научиться зеркальный боер ставить на тот возраст, который нужен. Так, сколько времени. А всё-таки, может быть, я ещё этот фильм успею посмотреть, а может, не успею. Ой, не знаю название этих фильмов. Ладно, все свои мысли рассказала, пока нету, походу. Появили пока. Хотел малинку показать, малинку всё скосили. Пока вишня почти что-то сделала. что-нибудь подадим. Так, сегодня было, по-моему, 19-е уже июля 2018-го года. А уж на этом возрасте все более. Ну, я думаю, что на этом всё. поди, как бабы, старин. Спасибо. Спасибо.